Здорово, молодые люди! Меня зовут Эрик Шоков и со мной сегодня Николай Флитов. Это тот самый человек, который 4 года подряд монтирует все ролики. И этот ролик он тоже будет монтировать. Да, да, это я. Поэтому можете познакомиться. Под последним роликом мы набрали 38 тысяч лайков. А по условиям количество лайков умножается на x5. И то количество кейсов я и открою. Получается 190. Но я открою 200. Так уж и быть. 200 грёбаных кейсов. И понятное дело, если я напишу в ролике о том, что мне выпало, это неинтересно. Ни одного спойлера, ни одного спойлера в комментариях, ни в описании, ни в названии, ни на прививке не будет. Поэтому при этом просмотра и самое главное аппетита, никто не будет знать в этом ролике, что мне выпадет в этом ролике. Такой вот экспириенс. Может быть у меня будет из-за этого 3 просмотра, а может быть и больше. Гораздо. Только из-за того, что никто не знает результата. У тебя на экране прямо сейчас мои траты в долларах. В конце выпуска посмотрим нашу прибыль. Погнали. Только что мы закончили покупать кейсы. 200 штук. 200 грёбаных штук. Они теперь у нас имеются. Господи, 200 штук. Первый грёбанный кейс. Он должен быть именно под дрель. Дрель включил ее в доме. Раз, два, три. Коля, какой скин вам больше всего нравится? Конечно. Нож вам нравится? У вас сейчас на экране все ножи, которые в этом кейсе. Я хочу бабочку гомофонной. Или изумруд, я не помню, что это, но зелёная бабочка. Красная пролетела. Это означает, что ничего не означает. Мы сейчас будем это видеть 200 раз подряд, если что. О, в каждом кейсе пролетает красная. Неужели так будет продолжаться? Я не знаю, ценники. Не от носки нам. Ну, вроде бы... Ладно, давайте глянем, чтобы было бы примерное понимание. Диггл, если выпадет, будет стоить всего лишь 20 долларов. Только прямо за воду Статрек будет стоить хоть какие-то деньги. Если говорить про калаш, то он тоже дёшево стоит. Что за рофл? Это очень всё дёшево. Нужно ждать только же нож. Ну, прямо за воду Диггл не упадёт, скорее всего, именно так. Но это очень маленький шанс. Тут дёшево стоит красный. Я не понимаю, что с кейсом. Это из-за того, что он продаётся за две звёздочки. Боже, я обрадовался сначала. А потом я вспомнил те ценники, которые... А, вот, кстати, открыто было уже заранее. Ну, нам выпало после полевых. Это 3 доллара. Боже! А что с кейсом? Надо коллекции открывать. Они намного лучше в этом плане. Мм, Статрек прямо за воду. У-у-у-у-у-у-у. Поношенная. Чё, это сколько стоит? 7 долларов. Если что, в этом ролике нет спойлеров, что выпало. Потому что ничего не выпало. Ага, вот так. Хорошо. 20 штук. Давай я быстро открою 20 штук этих. Давай, попробую. Ребят, 20 штук мы открываем, но мы не будем видеть, что выпало. Боже. Ладно, хорошо, всё. Сейчас будет. Погнали. Мы открываем сейчас кейсы, но я не буду смотреть, что выпало. Это, может быть, будет интереснее. Наверное. Я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь. Ну, слушайте, на самом деле, примерно так и открываются коллекции. Я сегодня рассчитываю на коллекцию. Потому что у нас звёздочек осталось не так уж мало. Слушайте, вот 20 кейсов подряд я никогда ещё не открывал вот так. Я открывал максимум, наверное, 5 раз. Раз, два, три. Всё, последний кейс. Смотрим, что мы открыли за эти 20 кейсов. Раз, два, три. Ничего. Вообще ничего. Просто ничего. Хочу, чтобы мы не тянули время. Я предлагаю то же самое сделать. Давай. Последний кейс из 20. Сейчас мы посмотрим, что нам выпало в новой двадцатке. Раз. Раз. Чувак, я ещё чувствую, что нож. Нет. Я тебе серьёзно. Нож. Просто всё мимо, всё мимо. Всё синее. Всё. Третья двадцатка. Прямо сейчас. Ну, сейчас будет нож? Нет. Мне кажется, красный коллаж выпал. О, красный зигл. Ну, я думаю. 25. Соколёна в боях. Вы роплите. Что за дерьмо кейс? 8 долларов. Это единственное, что нам выпало. Это кошмар. Соколёнка. Мы ещё раз двадцатку открываем. Я не вижу смысла открывать по-другому. Потому что ничего не падает. Небольшая рекламная интеграция. Если что, мы сейчас на джетропе. И это гамбитомания. Эта страничка связана с гамбитами. Потому что джетроп стал их официальным партнёром. И это очень интересная страничка. У меня сейчас ноль поинтов. И они накручиваются только в том случае, если вы открываете кейсы. Мы открываем кейс за 871 рубль. Я выпил 243 рубля. Но мне без разницы. Потому что заходя в гамбитоманию. Мне дали возможность бесплатно открыть карточку. И я получаю СГП полёт. А, 13 рублей. Такие выдела. Давайте вот так вот сделаем. Тысяча рублей нам падает. Всё. И смотрим, что выпало. 4600. Что? Я захожу к гамбитоманию. И могу прокрутить акселя. Погнали. О, это около 1500 рублей. А, 746 рублей. Крутим. Широ. Картель за 400 рублей. Это просто подарок. То есть вы можете забыть вообще про то, что это существует. И просто зарабатывать. Опа. Интерс. Погнали. О, а, 1600 рублей. На фане. Нож. 6400. Поток информации. Чё за рофл. Вот такие вот дела. И через 24 часа эти все карточки обновляются. Я могу крутить кейсы дальше. Есть небольшой инсайд от джидропа, что их шансы очень сильно выросли в выпадении кейсов. Они убрали барабан и всякие бонусы, чтобы все эти деньги ушли бы в оку. Поэтому вы можете это попробовать. Ссылка на джидроп я оставлю в описании. А мы идём дальше. Крутить кейсы в кейсов. Ну, сейчас, надеюсь, упадёт что-то красное. Я продам. Я открыл ещё двадцатку. И посмотрим, что выпало. Ну, вот примерно такое будет падать там. Всё. Раз, два, три. Жёлтого ничего нет. Красного ничего нет. Это шутка. Так. У нас 429 звёзд. Давайте попробуем пока что прокрутить что-либо вот здесь. Калаш вроде самый дорогой, сейчас я гляну. Полторы тысячи долларов стоит этот калаш. То есть, если нам выпадет этот калаш зелёный, то... Жёлтый. То мы точно зарабатываем 1000+. А если же мы откроем и выпадет нам гидропустынная, 1800 это только ужасное качество. Один выпал. Кстати, выпал тигру. Тигру, поздравляю ещё раз. Да, ну пока что разъёпад этот один. Что? Дядь, я не верю. Блядь, я косарь закинул, дядь. Какой авик. Ахуеть. Ну, тогда я предлагаю открывать авик этот. Хотя я, блин, на самом деле хочу калаш. Давай 50 на 50. Ну, здесь вроде... О, Лёхи. Данежер Лёхи надо это купить. Так. И... Да, по сути, больше нечего. Давайте, короче, 50 на 50. Ну, здесь можно так постоянно делать. До 214 открываем. Я надеюсь, что не повторится ситуация, что нам просто ничего не выполнено. Мы будем просто с фейспалмом смотреть на то, что... Нас, мягко говоря, обманывают. Я беру паузу. Смотрим. Да... Это шту... Это шутка. Это шутка. Это шутка. Что это такое? Еще раз смотрим. А. Круто. Спасибо. Смотрим. Боже, выпало какое-то дерьмо. Фиолетовое. За... Сколько? 48 долларов дерьмо. Запрещенное прямо завода. Слушай, ну это дерьмо столько стоит... А, 400 штук выпало уже. Очень много штук. Только продано, а не выпало. Кошмар. Слушай, ну это уже хорошо. Ладно. А купили сколько открытия? 100 звезд окупили. Все. Ну да. Да, и остальное все мимо. А, хотя нет, стоп, подожди. Я думаю, это 14 долларов будет стоить. 4 доллара. Ну, неплохо. Неплохо. Сейчас открываем, получается, коллекцию DAS 2. Калаш. Вот калаш я бы хотел бы, на самом деле. Больше, чем авиак. Ави как-то мне не сильно заходит. Он просто выглядит, что он дорого будет стоить. Как гунганир или реградиент. Но как сам скин такой себе. Если что, я сейчас кручу все эти открытия до нулевой звезды. Смотрим уже. Все одного и того же цвета, да? А, вот это только единственное. 2 доллара будет стоить 37 центов. Вообще ничего. Осталось 4 штуки. Я хочу вертика попробовать 2 штуки. По приколу. И все. У нас сколько осталось? Одна звезда осталась. Ребят, смотрим. Последние звездочки потрачены за сегодня. О, градиент. Слушай, ну он выглядит на долларов 40 тоже. 5 долларов. Ура! Ладно. Добиваем последние кейсы. Господи, как мы просто все потеряли. Господи! Ну, есть шанс еще вот на эти кейсы. 20 гребанных кейсов еще одни погнали. Мимо! Мимо! Калаш долетает. О, стартрек, давай! Ну ладно, ну хоть что-то, дружище. Хоть что-то. Сколько он стоит? Сколько ты стоишь? 50, 50, пожалуйста. 30 долларов. Да ебрань, да ебрань, да ебрань. Последний кейс из 20-ки. Это, наверное, самый неудачный кейс, который у меня был за всю историю. Но тут контракты помогут, на самом деле. Чуть-чуть помогут контракты спасти ситуацию. Погнали. 20 штук еще одних. Давай, дружище. Давай. Что надо сделать, чтобы выпало бы скин? Коля, помоги, пожалуйста. Коля. Коля, ну как это? Коля, смонтируй, что у меня выпадет сейчас нож, пожалуйста. Коля, смонтируешь? Да ладно? Чел, зачем ты матируешь в реальной жизни? Коль, больше так не делай. Ладно. Ну ладно. Ну ладно. Что? Ну ладно. Ну ладно. А, ну ладно. Все, давай. А, ну вот так вот. Вот так вот. Все, и сейчас, и сейчас нож, чел. Давай не будем смотреть. Это не для нас. Это... Пошла очередняра. Давай, дружище. Спасибо. Ну, статрек. Кстати, статрек. У-у-у-у, вы че роплите? Слушай, да, вот эти вот вроде неплохие. Второй стоил 1 доллар, а первый 4. Ну, в целом, мы окупили эти два открытия. Нет, мы окупили. Да, да, два открытия окупили. Калаш, ну давай, все, хорошо пошло. Это очередная партия. И просто ничего не падает. Я не знаю, что это такое. Я даже не видел, какие вообще скины тут есть. А, ладно, они на все выпали, кроме зигла. А, нет, нам все... А, нам все выпало. Подожди, нам реально все выпало. Калаш падал тоже. Лол. Так, кейс дерьмо сам. Да, вот причина. Если что, мы потратили около 900 долларов и получили... То, ноль, ноль. А-а-а-а, ну что это такое? Просто ничего. Просто ничего. Прямо сейчас у нас последнее открытие кейсов. У нас 8 кейсов осталось. Если мне ничего не выводит, я не смогу остановиться. Я буду добивать до тех пор, пока он не выводит. Либо открывать коллекции. Но это супер плохо, если ролик будет без дропа. Тут последнее открытие кейсов. Это 198-ое открытие кейса. А, это 199-ое было. Вот, 200-ое открытие кейса. Хищные воды. Это 200-ое открытие. Ничего не падает. У меня на балансе осталось 488 долларов. У меня такой вопрос. Открывать кейс на эти деньги или коллекции? Коль, на все деньги хочу открыть. Я думаю, лучше открывать коллекции, потому что там больше шансов. Точнее, там вещи дороже 100. Да, да, это правда. Да, да, да. Гений, гений. Сейчас вы слышали это. Это сейчас будет самое интересное. Погнали. Ну, коллекции на самом деле интереснее открывать, потому что делаешь вот так, смотришь, делаешь вот так и смотришь. Это быстрее, самое главное. Узел. Это уже что-то. И там еще красные покрышки. 5 долларов. Ну, это уже хорошо. Мы потратили 50 и получили 10%. 0.25 и Glock еще 2. Слушай, так это реально коллекции надо открывать. Тысяча. Одна гребанная звезда. Что мы творим? Господи. За этот выпуск я уже купил 1800 звезд. Это очень много. И на 500 долларов я еще открыл кейсов или больше. Этот ролик стоит уже больше по 3000 долларов. И нам выпало ничего. Это весь мой инвентарь. Вот. Вот тут начало моего дропа. Вот. После покупки операций ничего. Я все продал, что выпало. Потому что бесполезно. Они падают в цене каждую секунду. И я на эти же деньги открывал еще кейсы. И в итоге мы в говне. Все еще. Все. Единственный шанс, что сейчас нам выпадет либо авик, либо калаш, либо вот это. Я не знаю, сколько оно стоит. Поношное 900 баксов. Неплохо. Но смысла нет открывать. Потому что цена одинаковая. Лучше открывать вот эти. Давайте. Погнали. Короче, давай до 500 я открою мираж. И потом уже трейн. Давай даст. О, песчаная буря. Чел, она выглядит дорого. По цвету. 38 долларов. Чувак, ну это уже хоть что-то. Да, это уже почти. Да, это почти все звезд. Смотрим. О, USP выпал. Но он долларов 7 стоит. Поэтому это уже выпадало нам. 5 долларов. Ну тоже что-то хоть падает. Ладно. Плюс-минус нормально. А, музыкальная шкатулка еще. 4 доллара. Слушай, тут реально от 3 долларов уже что-то начинает падать. Смотрим, смотрим, смотрим. Хюминдор. Это у нас стоимость его составляет 5 долларов. Опять 5 долларов. И еще полуночная пальма. И она стоит 70. Вот самое дешевое, что оно выпало. Слушай, неплохо, неплохо. Сейчас переходим открывать цыганский АК-47. Золотой. Погнали. А как вообще? Хоть раз мы вот так смотрели, мне кажется, нет. Как же долго он это делает. Мы сейчас открыли, если что, на все деньги. И сейчас мы посмотрим, что это принесло. Это последнее открытие. Я уже не могу, ребят. Я очень много потратил. О боже мой, что это такое? Чел, это ужас какой-то. Ну давайте продавать, что выпало. Так, продолжаем. Крутим коллаж. В надежде его вобить. Открыли. Ну что ж, погнали. Смотрим. Ничего, кстати, не упало. Горил только упал. Все, только горил. Даже продать нечего. Нет, это, наверное, самое неудачное открытие, которое у меня было. Я столько потратил и просто без какого-то камбэка. Мы прямо сейчас открыли огромное количество кейсов. Прокрутили много коллекции, но ничего не выпало. Но это не конец. Мы вернемся. Я выбью все желтое, все авики и все калаши. Не забудь подписаться на канал. С тобой был я, Эрик Шоков и Николай Флитов. Пока, дружище. Пока.